Такое IPO в рамках той программы, которая была разработана, происходило впервые. Это, конечно, была особая ответственность для нас. Одной из задач — предоставить населению возможность владеть акциями крупных компаний казахстанских и предоставить им инструмент для приумножения их сбережений и богатств. В рамках IPO «Кастронсойл» приняли участие граждане Республики Казахстана, пенсионные фонды. По итогам размещения акционерами «Кастронсойла» стало почти 34 тысячи наших сограждан, которые приобрели свыше 30 миллионов акций. Как вы знаете, акции были размещены по цене 725 тенге за акцию, и спрос существенно превысил предложение, и это был достаточно неожиданный результат, потому что достаточно скептически относились к возможностям и отношению нашего населения к этой программе. На регулярной основе проводим оценку изменения структуры наших акционеров. Если после размещения акционерами нашей компании были только граждане и пенсионные фонды, то уже на вторичных торгах акции стали приобретать и казахстанские банки, и страховые компании, инвестиционные фонды, иностранные инвесторы появились. И, конечно же, это все обеспечило достаточно хорошую ликвидность акций на казахстанской фондовой бирже, несмотря даже на то, что фактически с лета прошлого года пенсионные фонды не принимали участие в торгах, по известной причине тех реформ, которые производятся в пенсионной системе Казахстана. Безусловно, статус листинговой компании на нас налагает дополнительную ответственность, и в этом плане обеспечение доходности на нашей акции является одним из главных приоритетов в нашей сегодняшней работе. Поэтому мы работаем над тем, чтобы повысить эффективность нашего производства, работаем над тем, чтобы снизить издержки, и достаточно много внимания уделяем эффективности вложения вырученных средств. Акции компании «Кастронсойл» сегодня являются наиболее ликвидными акциями среди инструментов, торгуемых на косе. Мы занимаем первое место в рентгинге ликвидности казахстанской фондовой биржи и порядка 33% торгов наиболее ликвидными акциями на бирже – это торги акциями компании «Кастронсойл». По итогам 2012 года в прошлом году мы выплатили дивиденды в размере 75 тенге на одну акцию, и это составило 10,3% к цене размещения. Кроме того, нужно отметить, что по состоянию на 31 декабря 2013 года торги на бирже закрылись с ценой на акции «Кастронсойл» 914 тенге за одну акцию, что дает 26% рост к цене размещения. Таким образом, можно сказать, что граждане, которые вложились в акции в периоде подписки, получили достаточно хороший эффект от своих вложений. Надо отметить, что по итогам рэнкинга, который был недавно опубликован в январе в журнале Forbes, рейтинг репутации компаний в Казахстане, компания «Кастронсойл» занимает четвертое место. Это достаточно высокая позиция, и мы считаем, что это результат той работы, которую мы проводим по повышению узнаваемости компаний. Люди интересуются нашей деятельностью, и, в принципе, это тоже один из результатов программы «Народного IPO», то, что население следит за нашей деятельностью. Мы по-прежнему стремимся сохранять лидерство на бирже. В прошлом году нам был присвоен статус национального оператора по магистральному нефтепроводу в Казахстане. Это нам дает возможность принимать непосредственное участие в представлять интересы страны в сфере транспортировки нефти на экспорт, обеспечивать инновационное развитие системы магистральных нефтепроводов в Казахстане, ее интеграцию в мировую энергетическую систему. Ну и важную роль, конечно, играет реализация инвестиционных проектов. Когда мы выходили на IPO, мы говорили о том, что средства, которые будут привлечены от населения и от инвесторов в рамках IPO, это порядка 28 миллиардов тенге, будут вложены в реализацию новых проектов. Эти проекты сегодня у нас на повестке дня. Один из них — расширение мощности нефтепровода на участках Каламкас, Караженбас, Актау и Узень-Актау. Это позволит увеличить пропускную способность этих участков нефтепроводов и предоставить больше возможностей выбора нефтяным компаниям, работающим в регионе, по транспортировке нефти по тому или иному направлению. Мы завершили разработку проектной смертной документации и приступили к реализации первой очереди этого проекта. Другим важным проектом является расширение системы нефтепровода в Казахстан-Китай. В 2013 году был завершен проект по увеличению пропускной способности нефтепровода от АСУОЛа Женькоу до 20 миллионов тонн в год. В этом году мы планируем приступить к дальнейшему развитию участков от АТРАУ до Кинькияка, Кинькияк-Кумколь и Кумколь-АТАСУ. Тоже по этим проектам завершена разработка проектной документации. Система нефтепроводов Кастранцойла предлагает возможность нефтяным компаниям транспортировать нефть по целому ряду направлений. Это, во-первых, конечно, поставки на нефтеперерабатывающие заводы Казахстана. Это отгрузки по нефтепроводу от АТРАУ Самара и далее через систему транснефти на мировые рынки. Это порты Черного моря, Балтийского моря, европейские рынки. Кроме того, мы осуществляем в АТРАУ перевалку в нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума. Обеспечиваем транспортировку нефти по направлению в Китай. Также отгружаем нефть в порту АКТАУ для дальнейшей транспортировки танкерами в направлении Баку и Махачкала. Поэтому нефтяные компании сегодня имеют выбор. Существующие мощности магистральных нефтепроводов соответствуют существующим потребностям. Но с учетом того, что добыча в Казахстане будет расти, необходимо и далее развивать экспортные направления. И вот одним из важных приоритетов сегодня это китайское направление. Кострансуэл является субъектом естественных монополий. И тарифы компании утверждаются агентством по регулированию естественных монополий. В прошлом году агентством было принято решение об увеличении тарифов для поставок на внутренний рынок на 50%. Сводом действия с 1 января 2014 года. И данное решение, несомненно, скажется на поддержание положительной динамики наших финансовых результатов в этом году. Кроме того, в связи с проведенной девальвацией в феврале месяце, мы также изучаем вопрос об увеличении тарифов на экспорт. И это никоим образом не скажется на поставках на внутренний рынок, потому что тариф на внутренний рынок меняться не будет. Таким образом, не будет никакого влияния на стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке. А рост экспортного тарифа, он также не скажется на нефтедобывающих компаниях, потому что они производят экспортные операции. У них выручка долларовая и в долларовом значении увеличенный тариф не превысит значение тарифа до девальвации. В 2013 году у нас наблюдался рост и производственных, и финансовых показателей. Если говорить о консолидированных производственных показателях, то объем транспортировки нефти в 2013 году составил 67,2 миллионов тонн нефти, что на 2% больше, чем соответствующий показатель 2012 года. При этом грузооборот нефти у нас вырос на 8% в 2012 году и составил 45,5 миллиардов тонн километров. А грузооборот — это как раз тот показатель, от которого зависит тарифная выручка. Кроме того, мы также обеспечиваем поставку воды, Волжской воды, потребителям Атраусской и Мангиставской областей. В прошлом году мы транспортировали свыше 23 миллионов кубических метров, что составил рост 3% к показателю 2012 года. Если говорить о финансовых показателях, то показатели отдельно по Костронсойлу. Доход составил 168 миллиардов тенге с ростом 35% к показателю 2012 года. А чистая прибыль составила 53,9 миллионов тенге с ростом более двукратным к 2012 году. Консолидированные финансовые показатели будут опубликованы чуть позже. Соответственно, о них вы можете узнать на нашем сайте и на сайте фондовой биржи.